Теперь, когда я сгнил, и червы обладали весь остров мой и ударились прочь, со мной случилось то, чего не ожидали. Ни те, кто мне отвредил, ни кто хотел помочь. Любезные друзья, не стоил я презрения, прелестные враги, помочь вы не могли. Не исковергну жизнь, талант двойного взгляда. Но даже червы и были приняты. Вместе с этими строками... Да, меня зовут Александр Деманин, здравствуйте. Вместе с этими строками Георгия Иванова я хотел начать свою лекцию, которую я назвал «Игра с Веласкесом», потому что главным ее героем будет испанский художник в 17 веке Диего Веласкес. Но для меня и для нас с вами, я надеюсь, это будет частным примером для того, чтобы поговорить о том, как, посмотрев на «Игра» с Веласкесом, которые вели художники 20 века, Фабло Веласкеса, Эвадор Дали, Францис Беттон, чтобы раздуждать о том, в каких же взаимоотношениях находится искусство модернизма и классическое искусство. Есть ли это отношение опровержения, есть ли это отношение такой революции и поиска нового, или это, может быть, иногда подчас есть на самом деле отношение такого очень неожиданного, но наследования, и даже в чем-то перенимания опыта и осмысления его на новом уровне, на уровне той реальности, той художественной реальности, той социальной и исторической реальности, которая существует в 20 веке. Вот одна из работцев Вадор Дали, как раз, мне кажется, довольно остроумная, когда он берет тот самый автопортрет Веласкеса с картины Менины, который был на первом слайде, берет собственную фотографию, и вот он пытается их объединить и найти некое среднее арифметическое объединяющее. Что это? Игра, что свойственно модерну и постмодерну, о которой вы сейчас говорили, или это действительно попытка соединить нас с другим и в одном увидеть черты другого? Так вот, я сегодня не хотел бы вместе с вами поговорить, но для этого для начала нужно несколько слов все-таки о Диаге Веласкесе. Я думаю, что что-то о нем известно. Ну, как напомню, Диаге Веласкесе, испанский художник XVII века, эпохи, когда поменялись очень представления о мире, о человеке, когда вместо возраженческих представлений, как говорил Пикер Доломерамбелло, в своей речи о достоинстве человека, устами Бога, я поставил тебя в центре мира, человеку, который не сделал тебя ни невестным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный, славный мастер, скворил себя по тому образу, по тому способу деятельности, по которому ты сам выглядишь, и сам создаешь себя. Экопик XVII века, который была Спаскаль, мыслицей говорили, что человек ничтой как тростник, как очень маленькая частица, которая между ими обездами находится, между бесконечностью и между ничтожеством. Род, художник XVII века, где Елена Аскес, родом из Севири, который приезжает в Мадрид в середине XX-х годов, в XVII века, приходит к королю Филиппу и пишет там конкурс на должность, освободившую должность придворного живописца, пишет портрет, после которого король Гриф IV, говорит, что только ты будешь меня описать. Действительно, на следующие третьи семь лет, некоторые тридцать семь лет сего проживали, умирали в истории искусства, это, правда, раньше было, но, больше распространено, но он от тридцать семь лет становится жителем этого дворца, предворным живописцем, который писал портреты короля, портреты его семьи, портреты приближенным и так далее. Я понимаю, что для XVII века, ну, может и сейчас, мне кажется, можно понять это, в общем-то, должность портретиста, но это не самое высокое такое из положений. Ну, конечно, что это очень престижно, с одной стороны, с другой стороны, в основном, работы заключены в рамках этого дворца, и, в общем-то, портрет по сравнению с какими-то такими аллегорическими, мифологическими, библейскими сюжетами жанра, ну, как бы, в отличие считаться жизнеподобие, да, за копию в действительности, ну, или ее идеализацию, как бы, возрождение. Ну, в общем-то, не воле того, не самый высший, не самый высший статус, да. Но когда Веласкесе еще более юном возрасте сравнивали, спрашивали, почему он не пишет так в файле, он отвечал, я предпочитаю быть в первом юническом жанре, а чем в вторым высоком. Так вот, он говорил словом о себе. Ну так вот, 37 лет в дворце Филиппа, 37 лет написания портретов, в частности, портреты самого, основного героя, когда Филиппы IV, если вы посмотрите, Король, если посмотреть историю Испании, ну, как Тороль такой, за него правила город Оливарос назначен, и он, в общем-то, очень много потерял территории, потерял Партугналию, потерял, чуть ли потерял Барселону и область басков, я думаю, что сегодня, может быть, баски были бы радость, но по-другому произошло, но тем не менее, тогда все-таки как-то удержалось. И вот это все мы видим, на самом деле, в этих портретах, как мне кажется. И это очень, как иногда странно, потому что, за что вопрос о Короле не видел, что не показано здесь, как принято было в классическом портрете, не показано здесь каким-то триумфатором, да, даже если мы видим конный портрет его, мы видим, что здесь очень рефлексирующий, сомневающийся, не герой такой, победитель абсолютный, да, не как было принято в Возрождении, когда Микеланджело, который сделал гробницу Гертика Учигана Лоренци Метича, и когда он сказал, ну они какие-то здесь идеальные, они, в общем-то, не похожи, сказал, а кому через все это будет важно, как они выглядят? Похожи они, кто будет знать? Главное, вот эти идеальные образы. Нет. Веласкес изображает, в общем-то, таким, сомневающим, таким сложным, таким противоречим, какой он на самом деле был. И, собственно, что происходит, как мне кажется, у меня происходит очень такая история, если посмотреть особенно на собственный портрет Веласкеса и посмотреть на короля Филиппа, то мне кажется, что на портрете короля Филиппа, как они пишут, происходит диалог, происходит диалог. Диалог художника, в данном случае, Веласкеса и Филиппа IV. И, собственно, предметом живописи здесь является не создание парадного портрета идеально, а предметом живописи перед изображением является, собственно, их диалог. Диалог художника и диалог его модели. И мне лично кажется, что Филиппа IV волну это инфликовало, и 37 лет они находились в таком диалоге, и эта позиция относится к тому, что мы видим, когда мы смотрим на картину. Смотрим мы на некую копию действительности, смотрим мы на некую идеальный образец, или мы смотрим на диалог художника и реальность. Диалог художника и действительности. Мне кажется, что Веласкес один из первых в истории европейской живописи, кто обнаружил, что жанр портрета и вообще жанр портрета – это жанр диалога. Ну, у меня вот нет слайда в презентации, что-то я не успел их добавить, но тут, слава богу, по стенам совершенно замечательные картины расположены. Я думаю, если вы себе представите какие-то картины Пикассо, если вы представите себе портрет рискания художников XX века в изображении человека, да, там, Ительяне, то, наверное, не нужно мне лишних слов, чтобы доказывать, что это позиции, которые нам вызывают, то есть как художникам XX века, художникам-мутермистам. Позиции портрета и позиции картины, как диалога художника и реальности, диалога художника и действительности. И мне кажется, вот эта позиция один из первых в контексте европейских живописи в стране Веласкесе – это наш следующий герой – художник Диего Веласкес. Также это касается не только самого короля, это касается, кстати, и королевской семьи, одна из главных героиков – как сын Диего Веласкес, инфанта Маргарита, это маленькая девушка, которая вообще пожила всего 21 год. Они ведь вообще все умирали очень рано. 21 год – это в общем-то очень большое слово в жизни. Два-три года умирали, четыре, и они вообще единственные, где оставались, это вот на портретах этих самых. И что мы знаем об инфанте Маргарита? Думаю, вот кроме того, что она героиня как сын Диего Веласкес. Ну, можно, я вот почитал исторические источники. Знаю, что она про 21 год, что она стала женой императора Леопольда I, что верили евреев измираловую звезды, потому что очень они не нравились, и, в общем-то, так вот, очень ее не любили за это. Ну, в общем, такая биография, которая есть в ней эти картины, и, собственно, эти биографии, никто, никто, наверное, и частности с тьмы истории из двух веков, за эти 350 лет, ее бы оттуда не обнаружила. И она вот ссылась, как ссылась в этих узорах на изображение Диего Веласкес. Я не случайно вот такой фрагмент, потому что, конечно, эти все продукты не имеют никакого представления, потому что такое это живопись, потому что, опять же, Веласкес один из первых, ну, асоциально, конечно, понимая, как Веласкес считал своим учителем таким далеким. И, как я понимаю, что живопись даже на уровне самого самого бизнеса, самого маска, самого того, как это делается, это, собственно, если посмотреть Веласкес очень близко в музее, для этого надо увидеть оригиналы, то ты, конечно, видишь, что это вблизи совсем другое. Это становится реальностью, действительностью. Только когда мы когда мы отходим дальше, в общем, в нашем сознании, если кто-то вправе очень близко, мы увидим недокорду на ее такое вырывное жизнеописание, мы увидим именно такую магнуму, мы увидим такие очень недословные, очень не буквальные животные решения, которые он использует, и, мне кажется, тоже в этом смысле, если еще побольше укрубить Веласкес и сравнить, вот я сейчас с Железом и кучник своей подмежностью, и у вас хорошая фантазия, и еще укрубить Веласкес и поставить работу, я думаю, какого-нибудь там, другого художества 20-го века, я думаю, что можно кого-нибудь провести, и на самом деле найти отличие. Но самое известное изображение, которую, конечно, в «Энфанту Маггариту» невозможно не знать, мне так кажется, это, конечно, ее изображение всей этой картины, картины не Минины, картины, вот такой абсолютно гипер-предуорный портрет, потому что здесь и «Форинцесса», и «Фейлины», и самые-самые разные жители двора, то есть он такой абсолютно гипер-предуорный портрет, с одной стороны. А с другой стороны, почему эта картина называется «Завещание Веласкеса», его понимание того, что есть Желез, и, в общем-то, картиной концепции, картиной, которая, я напомню, еще ведущая с классического итальянского искусства разделение вообще тех уровней, которые существуют в Железе, есть уровень отображения действительности, есть уровень идеи, существующие независимо отдельно от нас, мы воплощаем форму идеальной сущности, есть уровень концепции, когда наши авторские смыслы мы реализуем в форму. Эта картина, конечно, картина концепции. Опять же, что такое искусство 20-го века, это такая неогаленная концепция, честно, видимо. Тем не менее, чтобы разобраться, в чем здесь концепция, кстати, вот этой главной игроки, Фантом Рогари, такой угол, как они положатся в одну даль в своей реплике. Мне кажется, опять же, Саватур Алик был видимо нечувательным, как видимо, и что он убирает? Он убирает ровное лицо, он убирает ровное портретное искусство, которое мы, когда смотрим на классическое искусство, он говорит, как красиво, как похоже, как жизнеподобно, как технично. Вот он убирает. Он убирает самое главное, что показалось на то, что я вам говорил, это лицо, это личность. Но это какой-то космос оказывается, вдруг какие-то оказываются сферы вокруг, и, конечно, мне кажется, Алик тоже, как никто другой, принимает в Ласкесе в том, что это история не о жизнеподобной, не о жизнеподобном искусстве, и что так можно обмануть за эту историю о контексте. Но для того, чтобы не разобраться, и вообще разобраться еще немножко в базе цепки Ласкес, который, как мне кажется, очень цепки очень отзывается в истории 20-го века, надо именно по частям его прогулку посмотреть, чуть-чуть по нему путешествовать, собственно, на оставшееся время нашей лекции, я думаю, она будет нашим основным делом, в нашей лекции у нас и так много. Прямо по рифму, Сентлана и Маргарита справа, он ставит эту карлицу Марию Барфулу такую, уродную, и они там и парни, если вы посмотрите, они абсолютно вирьмуются одна с другой. Вот он их зарифмовывает, это, казалось бы, два уродливых карти, которые, ну, при дворе испанских монархов, да не только испанских, тогда это модная, такая есть картика, чтобы ущербнуть еще раз, что это высокие, прекрасные монархы, есть вот эти вот такие уродливые, такие смешные, нелепые, да, и вот их так фару можно поставить, и лишний раз надо за счет уродливого, ну, такая, простите, убедиться в том, как прекрасен тот, кто прекрасен должен быть. Вот, однако, в нашей лекции он делает их одним из основных героев своей жизни с 40-х годов. Вдруг они оказываются героями его сольных портретов, вдруг они оказываются внимательно, что это работа вот не для выставочных залов, не для по-разному пилерей, это работа для себя, что особенно важно. Вдруг у него, еще дальше, вот эта манера, она уходит вот в такое жизнеподобие, как мы сейчас скажем, фотографичности, они все, они все, как бы не закончены, они все как бы не дописаны, они все, они все, как бы чуть-чуть пребывают в процессе, да, и вот это, мне кажется, причем не случайно, мне кажется, ну, это, мне кажется, очень такая ирония, но он из-за нее сделал смысл, из-за этой иронии, потому что, когда очень, ну, тоже, из классической точки зрения понимаешь этот способ, это изображение прекрасного, и Ласка сталкиваться с этим таблетом, он и работает над тем, что изображение, это не, это не обязательно красивое изображение, ничего красивого, это мой искус, то есть, собственно, познание мира, и расширение того, что, что можно познавать, мне кажется, это не случайно, это вот как-то этот объект, и когда мы смотрим, очень, вот прям, если мы приклеиваемся к ним, то мне кажется, вот это понимание, вот, вообще то, что можно изобразить с приготовлением времени, то что изобразить человека изображение портрета это не изображение его, фотографической похожести, это не изображение его, еще более такой, улучшенной и совершенностной версии, а, что самое важное это изображение, что, что он не может фотографировать, например, что может быть, это 20-м ведущей дала dreadful непонятность Alternative. Изображение человека в процессе, да? человек в процессе, в процессе времени, и вообще, что можно изобразить процессы в тренинге. И вот это от этого мне не докажется, от этого это незаконченность, от этого это как бы недописанность. Потому что когда ты допишешь, так это уже до времени не будет. Там будет медальон, гравировка, там будет стоп-карток, там будет такая надрубная дыта. А вот как человек в процессе, а человек, который в процессе существования, в нём что-то происходит, где-нибудь надо будет писать, это не закончено. Но это тоже, если вспомнить Хайма Сутина, это абсолютно, вот отсюда. Здесь это есть, если, мне кажется, уметь это видеть, настроить эту область. Я не вижу здесь никакого противоречия. И Хайма случайно даже вот так изображает. Потому что мне кажется, что кроме человека в процессе своём внутреннем, он показывает здесь эту карту в процессе вообще истории, европейской истории, до-после, каких-то процессов, которые с вами будут нашим восприятием, и так далее, и так далее. Это такая шутка. Но эта шутка, опять же, с той шутки, мне кажется, становится понятной, если понимать, что это сказано. Ну, дальше чуть-чуть попутешествуем по этой истории. Есть центральная история, если мы от этой карлицы вот этой собаки, от собаку не будем, это такая тема. Чуть-чуть цепля картины. Мы увидим, что он здесь очень на кратком таком пространстве, в таком треугольнике такого цепля картины, на самом деле он рядом с этой импанкт, рядом с этой францессой ставит креерную мнению, ставит распределитель вора, очень разные социальные статусы, химосоциальные статусы. Казалось бы, должно быть очень так подчёркивать, что то выше, то меньше, но он и сталкивает. Он между ними разницами видит. Он их заказывает в такую одну композицию. И он это делал не только в этой штучке, он это делал. В частности, вот как в 50-м году Беладский спиртал в Рим, а ситуация была провоксальная, потому что приезжает кто-то, где Беладский спирт, все знают, что Филипп, он приезжает, чтобы отоправить картины для и скульптуры классического, античного и грузональдического наследия для Филиппа в Успанские главе. И все знают, что физики художник, но не было уже ни интернета, ничего подобного, и никто не знает его работы. Потому что все его работы висят в 20-м году, в 24-м году в Риме. Знаешь, что это великий художник, но я понимаю, что ему уже 50 лет, и в 50-м году это ситуация, когда тебе с почтением относятся, на самом деле понимают, как ты что делаешь. Это, конечно, мне кажется, очень занимающаяся ситуация. Вот он приедет, он так делает, вот у него буквально пара, вот он так устраивает, и он уже ставит против себя, и вот он пишет его портрет, ну это или нет, я не знаю, что ты веришь, что вот так вот вышли просто на площади Рима, и вот так вот показывали, и вообще вот как-то, это была его визитная каждая, у нас сейчас не такие визитки, а это была его визитная каждая. Он просто ходил и показывал, какому художному ему надо, как-то представился, да, вот он так ходил. Ну действительно, это так. Вот, и в том же самом, в 1905 году, а в том же самом время, он пишет второй портрет, портрет Папы Накиньи X, портрет, на который Папу Накиньи X когда посмотрел, он сказал, это тоже известный факт, он сказал, «Троповеро» слишком похоже, слишком похоже им показалось, но тем не менее портрет, конечно, висит в двери, там очень значимый, вот, конечно, принял этот портрет, хотя, видимо, что-то оно не вредило. Вот они абсолютно, посмотрите, портрет слуги, да, и портрет Папы Накиньи, но качество живописи его, оно не меняется, в одном случае и в другом. Оно, и его, например, исследованный человек, он не зависит от социальной инстанции, он это на одну доску ставит. «Вспомнит меня, вспомнит и тебя», как говорил, да, Иешуа Ганоци, говорил Пилату, «Во сне Пилата» и «Глугакова» в «Мастерной Горете». «Вспомнит меня, вспомнит и тебя», да, между… и Пилат говорил, да, «Можешь, пожалуйста, пусть вспомнят», да, это часто, потому что вспомнил. Вот это, абсолютно, мне кажется, Миласовская мысль, и тем интереснее, как эти две картины, они обе отрефлексированы в искусство 20-го века. И вот эти рефлексии, мне кажется, весьма непезинтересными. Ну, портрет Папы Накиньи 50-го отрефлексировал Фрэнсис Беккер в своей картине, да, опыт, опыт студии, Патрифа Накиньи 50-го, но мало того, это не одна работа, это цикл из десятков, сорок шесть работ, название цикла «Кричащие Папы», да, «Кричащие Папы» Фрэнсиса Беккер, это, действительно, целая главная серия, и Фрэнсис Беккер говорил, что меня, он правда говорил, что меня, вот эта работа не отпускает, ну, мы гарнист Фрэнсис Беккер, он же смотрит, он говорит, у меня не отпускает эта работа, Веласкеса, Папы Накиньи 50-й, вот держит меня просто за грудки, и он десятилетиями будет это копии создавать, эти версии создавать, и признаваться, что это вот его морг, его какой-то, его неотрясная такая, какая-то история из картины. Я бы тебя представляю, скажу, а почему, а что? Ну, конечно, очень много записано, что это после терминальной войны, что это вот произведение показывает, что совершенно, вот уже поменялось мир понимания, поменялось вообще восприятие, поэтому эти папы, которые тогда, вроде бы, были такими вот спокойными, реалистичными, вот так это кричит, но на самом деле, если вы посмотрите, конечно, кричите, персонаж слева, просто этот крик, он там, он где-то чуть-чуть, может быть, глубже, но, конечно, троп-уэра, это слишком похоже, это не слишком похоже о том, что тканечки нарисованы так, что очень похожие, есть там нос как-нибудь прорисован, это, конечно, о том внутреннем крике, вцепившись в эти кресла фигуры, очень уверенная, но которая закована в эту красную мальчик, и вообще, вот это понимание что, изображения, опять же, портрета, это изображение внутренней энергии человека, изображение его, это, экспрессионизм то-то, например, это вот это внутренний вас густанов и энергии, это предмет портретирования, они внешние сходства, конечно, это есть лучшее, Мне кажется, ровно это чувствует и принимает Виланский свет, его не отпускает в этой работе. И именно это тропу в эрубе на гейте десятого. А портрет Фланда Парехи, это вообще очень интересно. Я там не пытался смотреть, я дошел работу Сальватора Дани, которая называется ровно точно так же. Портрет Фланда Парехи, да, посвящение Виланско. Угадайте, как выглядит эта работа. А выглядит эта работа вот так. Быстрая работа вот так. А где же, понимаете, портрет? А здесь есть портрет. А здесь есть портрет, и мало того, здесь есть портрет. И Дарья очень хорошо понимает, что он понимает виланскость, и он пишет именно версию. Я сейчас скажу почему. Тут надо знать, что Ван Де Парехи был не просто слугой, я вам так чуть-чуть утаил. А он был, на самом деле, художником. Он был учеником виланскость. У него хотя бы там кровей дайте, или чистый испанец. Но он был замечательным наиболее. То есть это, по самому деле, не портрет. Это портрет художника. Это самый заложенный ученик Абеласкеса. Что-то у меня слетали. Самый заложенный ученик Абеласкеса. И что здесь происходит? Это художник Дарья, который пишет портрет, написанный художником Абеласкесом, портрет художника Ван Де Парехи. Тут три художественных сознания пополнены. Если вы посмотрите, там фрагмент изменили. Тут и, вот если вы посмотрите, это петло справа световое. Так, с таким как бы светом абсолютно. Там, конечно, тоже лицо вырисовывается такое склоненное. И мы там тоже видим. Видим, вот он нос идет. А вот тут, посмотрите, холст сшитый. Какая-то серая маква, варева. Вот это какие-то части, элементы. Вот эти какие-то, да, разгяды. И что мы тут видим? Мы, конечно, видим портрет сознания. Но мы, конечно, видим портрет мыслей. Портрет художества. Мысли художника. Мысли Ван Де Парехи. Мысли Хуана Де Парехи. Мысли Сальбадора Дарьи. И я вам напомню, целиком теперь цитату Сглаза Пасхальца, которую я сегодня начинал. Человек есть всего лишь тростник. Но мыслищий тростник. Главное его достоинство состоит в способности мыслить. И это, конечно, мысль и ласковь. И это, конечно, мысль и искусство двадцатого века. Оно просто оголяет, снимает лишнюю, на что изобразит человека. Что это говорит «бравить»? Он сказал, конечно, величие, красота. Бравить мысль. Изобразить то, что у человека есть существо мыслящее. Как это сделать видимым? Это невидимая акция. И самая, которая у нас ценна, которая сделает телевизор. Это, конечно, проблема. Проблема, которая волновала Казаха, которая в одном и сейчас не может не имлазаться. Если у вас нет ласковь, у него арабская искусство качи. Вот, а на искусстве качи очень араб. Пишет нам еще одна мутка. Мы ничего не видим, что она вошла, но мы видим, какая она мысль. А мы видим, как мы не мысли с них. Вот это называется. И вот этот способ качи. Они даже не видны. Они, опять же, вышивальщицы. Мы видим, что она вышивает. Ну, ладно, что она вышивает. И мы не сами не видим. Мы глаз не видим. А мы видим, что у него мысли пришла. И вот это вот украшает. И вот он важен, вот этот процесс. Вот это вот поймать. Мы шли в них. Вот это вот сознание. Вот это вот можно поймать. И он это сделает. Да? Как их выражать глазки? Чего там в своей работе? Или нет? Стиритет. По-моему, он один раз обнаженную абразиву. Когда Испания была строительская сторона, что-то еще не было можно, и он один раз короткий разрешил. Один раз все короткий разрешил. Ну, разверните. Если поразили, как раздените, как в античек. А он и со спины. Еще не видно. Почему он мог заправить? Кстати, вы видите, наверное, на этой технологии. А он исправил вот так. А он исправил еще и зеркало. Он же зеркало сказал. Ну, и там проявлено. Зеркало, да? Мы тоже шеточили за него. В картину. А он в зеркале исправил. И все развернуло. И все вот как бы ему ловит. А он говорит, а вот это вот. Нет, не курьёте. А он, я считаю, это так. А мы видим у нее. И то есть,which здесь живет. Вот тут мы живем. Мы видим, что в картину полюаску, больное искусство. Вот такой, который находится в сознании. На разъему не то, что ты знал. Потому что его специально great. Х famotet itself не так, вы понимаете, Вот эта красота есть. Вот так получилось. И это, конечно, относительно зеркала, это есть и в 20 веке. Частую дальнейшую. Тоже, если не знаете глазки, то непонятно, какая работа. Работа нарисует дедочку маленькую раз, а в зеркале гала-далек. Он пожилая, уже в возрасте. И это, конечно, не хватает, что художник, конечно, рисует. Даже вот этот гиперреалистический. Сам дали свои гиперреалистический. Конечно, мы обманываемся, если не считаем, что он рисует реальность. Конечно, он рисует реальность. А он рисует что-то его. Он рисует какую-то внутреннюю реальность, которую нам показывают. И вот такой делает гиперреальность в этой работе. У Веласкеса есть зеркало, кстати, у Сму, у Веласкеса, тех самых низок, о которых мы уже говорили. Это зеркало на дальнем плане. И в этом зеркале отражаются король и королева. Кирилл IV, этот самый, я могу знать. Реально. И в этом моменте, когда мы понимаем, что это зеркало, то мы меняем все понимание этой картины. Мы понимаем, что пишет какой же инженеральный план, но на с другой к нему стоит. Портрет со стороны двух страны. Жанна будет с трех, правда? Очень странно, да? А, конечно, вот где вот этот объект, где вот эта пара, которая сейчас пишет. То, что он пишет. Конечно, они должны быть вот здесь, перед нами, перед нами. Все начали посмотреть. И, значит, то, что отражается там зеркало, музей пары, где все эти картины. Подожди волочный отец. Вот он, например, в вашем саде. Чтобы вот оказаться вон в этой точке. И они все будут выводить. А что, кстати, еще сказать картину? Обязательно в уголе. Холсты, зеркало, проем, окна. Это все переходы в разные пространства. Это все такое сквозняк из пространства. И реально, это реально, это нечто фантастическое. И один из этих выходов выходит прямо на нас. И они все вернулись на нас. И они сейчас все смотрят, конечно, на вас. И, конечно, герои для картин и вы тоже. И, конечно, диалогов интересуют не только с художниками, а и всех интересуют диалог с нами. Они так вот раз и делают. Они в украинстве размыкают. Эта дверь, это самая главная дверь, это самая главная дверь, выходит на нас с вами. Мы находим картина Пекаса в 20-м веке, который Менины осмысляет в очень десятках тоже своих версий. Вот у него и так Менины, и так Лимфанта Маргарита, и так Менины. Потому что Пекас выражает, я беру одну форму, но я его насыщаю теми смыслами, которые до 20-го века актуальны. И, опять же, у него там десятки вариантов, что он находит, исходя из того сознания и той раздробленности его, той его какой-то дисфиксированности, которая есть в 20-м веке. И это, конечно, то же самое, что делает Лазерс, когда картина смотрит на нас, когда картина нас, она без нас не существует. И это один из постулатов 20-го века живописи. О том, что картина не существует без воспринимающей, она не закончена. Она закончена до того, когда мы в нее включаем свое восприятие. Ее до этого и нету. Вот в ней нету того, чтобы она была вот залачена или все. Нет, она, вот она, она возникает в момент наших восприятий. Это очень индивидуально. Это, конечно, тоже в 20-м веке. Мне так представляется. Это дали распятие. Над миром Христос такой зависит. Это какой-то пустой мир, но там в мире это Христос. И работают, по-мему самому, как вы делаете этот рассказ, что у вас в году века, в дальнейших такой, не вискишне абсолютно, но я не сможет понимать, что вы вискишне, а то не знаете. Что же не подобное. Что же такое, что это такое, значит, почему это такое вискишне. И конечно, он тоже не был без наших героев, то есть кто раз пошел свой рассказ в прошлом 30-м году, и для того, я тоже очень люблю цюм этой вещь, потому что здесь, обычно, в ярких страданиях, как он не учится в пусте, и там, ты замуж, ты истории рассказываете, возразиваете, как там будет, падает в оборог, Мария будет, как вы утешаете, у тебя и Матейски, вот это там все будет, и там будут современные персонажи, с этим столовым временем, вот это все будет века. Класс! Что это значит? И есть вот эта темнота, и есть личность, перед которой мы ее представим, и в общем есть идея, есть только мы и идея, вот они, и она, мы вот так перед ней находимся, вот это все, что ему нужно, все, что ему нужно, все, что ему нужно, и все, что с его точки зрения, и живкость, и процесс нашего семейного здоровья. Мы снова по кругу прошли, вернулись к минину. Художник был горячий, привет, чистый умен, он знал своего рода, негостенчивый ребенок, давно уже сухожел, в какой же ты лимони, что вкус этих гренственных подлевленных, что им браванские, не бесценные кружева, мы можем никаких балонных и саргонных не засчитать смертей, которые вы наживали с этим опытом. «Подвинутые московы, приземлили без едины, мугляду божесква, цихоня, латунка, страсть кага, только из бога, и вичи, чих он не мог. Он видит, но не только из своей страны, предминетал цихонов безжизненной души, вылезли, узкий для чихон, вылезли, вылезли, смотрели все картреты как в зеркало, он услыхал, как трохнет сила, тусок, а двое слово «прелесть», подлинный титр, он двенадцать стих дней упоролялся, отвалил щель, таскали в черное, а вот истап еще четвертый он проскрипел внизу набор на квадратский ласкес, и тот отклонившись, пошел вычет один дни. Дни, когда летели квадратские краски, все было, золото, удовременное, заболевание сонного труда, не подлежит агласская душа, художник, а она была с собой, и мало юности, но быстро постоять ее, и мало взортости, и все же стать слепой. И вот прошли рука, один, другой, и третий, и смертельный этот глаз, как он мне приказал инфаркты девочек на пасмурном портрете, кроме пустынный руку, северный музейный зал, паркетный лоск, и тишь, как неискуряло, и ясно, девочки, по всем пустым глазам, что ничего с тех пор она не потеряла, ни арбитых, ни царств, ни пугов, ни святых, что, сделав целый мир из тех же материалов от века датных. Мир отцветных злобных, злобинных либов, поле изгонения на громких часах, и снова звон, и потих, и в той же тяжелых шок, безжалостно одета, безмозленных ног, без спорных, как кровать, подваска мне. Старей отца и деда, смертец девочек, и всегда, так что, на и вон, и вон. Спасибо.